разбираем ветеран паттон ли перкин батон или ветеран паттон кому как нравится называйте как хотите мне нравится батон на подставочку поставили чтобы удобнее разбирать под крышкой мы видим еще одну крышку очень интересно скидываем батки и нажимаем кнопочку откручиваем крышку контроллера крышка на герметике надо отдирать пробуем срезать герметик это пока только попытка возможно удачно о пошло красный контроллер да здравствует роквилл роквилл жив удерживаем разъема такая крышечка снимем верхнюю часть контроллера чтобы посмотреть что там под ней на саму плату посмотреть тоже после того как отключили все разъемы откручиваем верхнюю плату и пробуем снять плата выходит красота на силовой плате 24 фета снимать мы не будем там все хорошо промазано видимо термопастой не будем портить просто пособерем все обратно выглядит все очень симпатично надежно тут он какие-то шины такие толстые для высоких токов надеюсь что контроллер не подведет еще мы открутили dc конвертер такая маленькая плата стандартно откручиваем передний упор вернее бампер вместе с этим упором задняя трубка у нас под 5 миллиметров хотя все остальные болты по 4 что очень удобно откручиваем нижний задний бампер последний момент у неудобно подлезать в отличие от шерман с здесь добавлена отдельная деталь которая защищает провод между двумя сборками непонятно насколько это лучше но как факт там сверху защелочка и не хочет сниматься главное не сломать как эта деталька не очень очевидно снимается там все-таки оказалось немного герметика снизу который не мешал здесь и не нужен герметику вода должна просто отсюда вытекать вниз по зачем здесь что-то делать герметично не очень понятно главное чтобы провод не перебила так снизу у нас идет большая пластиковая заглушка батарейных боксов откручиваем ее всю подцепим проводок ну и посмотрим что у нас там будет ждать с одной стороны у нас отошло с другой там очень многие герметика направляющая мешала снять нижнюю заглушку нам мешало вот это вот направляющая заглушка находится внутри и поэтому снять ее тяжело плюс здесь довольно много герметика который тоже мешает освободить эту заглушку очень много стружки от направляющей здесь у нас прокладочки под батарейку резиновая тянем 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 вытянули там уже все вытянули здесь уже все решили еще снять подножку то есть педаль целиком прям с основанием ее крепление корпусу вот такая вот система все очень легко и просто судя по конструктиву получается логичнее делать кастомные педали сразу с креплением корпуса то есть не пытаться изобразить педаль штатные эти проушина а целиком сделать вместе с креплением непосредственно к батарейным боксом заодно сразу и заднюю дугу снимаем не забываем открутить соединяющую перемычку потому что эти дуги просто так не снимаются целиком ее снимать не стоит так чтобы дальше разбирать откручиваем все сзади начинаем с ручки потом пойдем к задней фаре и так далее откручиваем батарейный бокс от амортов интересно что на этой сборке выход провода не залит герметиком она этой сборке все залито смотрим на другой стороне здесь и и красный провод залит и черный провод тоже залит герметиком почему здесь не залито непонятно хотя здесь соединение такое достаточно плотно просто так туда вода не польется но с другой стороны герметик здесь был бы не лишним сверху здесь еще вставочки из неопрена что здесь то есть по идее туда можно было бы наверное даже батарейку побольше запихнуть вставочка она такая достаточно объемная кубик не доложили на 134 вольт направляющие в итоге просто оттуда вытаскивается она даже ни к чему уже не была прикреплена направляющие направляющие новая форма овал раньше больше шестигранные теперь пошли овальная термоусадка аккумулятора немножко повреждена ну зато нам не надо теперь ее скрывать мы увидели там сапсунги 50 е стоят как и положено батарейку мы скрывать не будем повреждение просто сверху замажем герметиком аккуратно чтобы никуда вода не просочилась и вытряхиваем сборки интересным способом таким вытряхиваем давя на них обе сборки вырезали по готвеевски они обклеены в спине на материалом обклеена не хорошо с двух сторон маркировку мы не увидим вам нужна маркировка мне нет мы видели уже ячейки там samsung 50 е что там собственно еще то нужно все понятно скрывать мы не будем бмске всегда можно попросить у завода отдельно не с удовольствием пришлют идет запись попрощу течение так снимаем амортизатор непосредственно сам сначала откручиваем хомут возможно это фрезеровано то скорее всего фрезеровано у следы таких больше похоже на фрезеровку если фрезеровка то это лучше он хотя бы так раскалываться не будет но почему они сделают такие тоненькие стенки вот вообще непонятно для чего так сначала поднимаем амортизатор опа амортизатор амортизатор у нас 62 можем сравнить его с амортизатором от шерман с батона амортизатор покороче будет немножко поставить амортизатор от шерман с не получится потому что крепление у него находится в другом месте он просто туда не вылезет рассмотреть маркировка отличается сверху сверху у нас 45 амортизатор это у нас с к шерман с а этот батончик такие вот пироги крышку крышку они здесь поставили уже цель ну да чтоб пыли поменьше ли тела но шерман с тоже есть такие изменения пока еще мы это не отсняли надеюсь ближайшее время над снею примеряем амортизатор в поруб в батарейный короб видно что здесь очень много пространства то есть амортизатора нигде тереться а короб не должен правда я не знаю насколько это хорошо или плохо потому что когда он трется это как бы страховка от того чтобы его куда-нибудь в сторону не выломала при ударе или при какой-нибудь яме а здесь получается что все держится чисто на амортизаторах но время покажет насколько это решение надежно и оправданно нам у нас есть запасные амортизатора шерман с нам очень нравится все это дело комбинировать поэтому мы снимаем вам контент амортизатора шерман с на паттон представьте себе как это будет выглядеть зачем не знаю но забавно мы можем себе это позволить поэтому снимаем еще амортизатор от шерман с тяжелее на целых 50 грамм да если вы считаете что это пружинка на проводе чего-то защищает там от перегибов или еще чего то то вот посмотрите она есть просто болтается и она здесь скорее для красоты она уже вот здесь вот немножко замята короче она ни от чего не спасает реально все держится только на плетке непосредственно самого кабеля здесь кабель очень такой толстая плетка жестко она не дает ему согнуться или сломаться пружинка она просто декоративно а это высыпалась стружка из направляющей ручки дизиночка как навязки сделано какая-то стеклоткань вся ободрана почему-то они наверное когда именно пропихивали потому что плюс-минус на этом если она гуляет на этих уровнях она и будет рваться переворачиваем не крикти как старый дед основание под контроллером то есть радиатор вид снизу то что у нас выходит в арку и вижу прям сальник сальник чтобы подобраться к двигателю надо по-любому располовинивать вот это вот пластиковую деталь которая держит крыло иначе мы не извлечем кабель он там был зажат между половинками поэтому надо все это раскрутить теперь мы можем доставать кабель переворачиваем и аккуратно доставим кабель у двигателя есть какие-то сальники вот они крупненько по двигателю настоящие промышленные сальники зеленого цвета к сожалению сальник работает по алюминиевому валу мы увидели как устроенный x30 теперь понимаем что лучшего чтобы сальник работал именно по стали с king song и мест 22 эта проблема уже себя проявлял то есть сальник немножко проедает ступицу вместо того чтобы сняться крышки у нас вместе с крышкой вылез весь статор и даже с подшипником здесь произошло немножко не то что ожидалось очень много герметика прям местами намазано прям с избытком жирно он не засох такое ощущение что не засох а подшипник туда нужно поставить назад надо и крышку значит выбить опа здесь тоже не высохший герметик прям колесо свежая не обсохшие когда ехали где-то на 30 километров в час был явный скрип в разобранном виде этот скрип слышен вот так здесь смазочки немножко было немножко немножко ее хватит немало маловато смазки оба подшипника у нас остались висеть на статоре обидно и ширина статора 38 с половиной миллиметра и магнита 37 миллиметров интересно почему статор у нас или немножко подложка под магниты к сожалению ржавая но на магнита вы можете сами посмотреть они у нас здесь поколоты и это не грязь магнита треснута конечно ни на что это так серьезно не влияет но очень неприятно получить такое на новом колесе ну и вот еще раз подложка под магнитами она вся в ржавчине по всему периметру вот это все замазано конечно очень странно скажем так подберем самое мягкое слово вот эти вот пробоины это у нас защита от проворота вот здесь такая насечка здесь здесь одна жила пробилась из общего пучка прижалась к магнитопроводы уже даже протерлась по моему это какая-то жесть не знаю такую еще не видел вот именно из-за похожих инцидентов ребята в сервисе кадрит даже при проведении предпродажки скрывают двигатель они ничего там конечно меняет подшипники оставляют старые но хотя бы они проверяют что в нем нет таких косяков что двигатель не ржавый чтобы можно было на колесе спокойно и уверенно ездить и не думать о том что она прям завода будут в таком ужасном состоянии поэтому не знаю кто как но я рекомендую все-таки делать подпродажку ну либо хотя бы все это вскрывать самостоятельно проверять потому что на таком колесе ездить немножко стремно ну 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 ну